Заходите, пожалуйста. Это наша квартира с супругой, которую мы приобрели в 2012 году. А въехать в нее вряд ли мы сможем в ближайший год. А на Василии Владимир Васильевич мечтает уже 4 года. На квартиру копили вместе с супругой. Трудились долгие годы в надежде, что хоть на пенсии не придется соседствовать с родственниками, а удастся переехать в отдельное жилье. Впрочем, в своей беде они не одиноки. Долгожданные ключи не могут получить владельцы 180 квартир дома по улице Чернышевского. Недобросовестным застройщиком оказалась компания «Брянсгорстройзаказчик». Нас привлекло то, что застройщик был муниципальным учреждением. И мы надеялись, что городская власть уж точно никак не обманет и рисков никаких нет. Но оказалось это не так. Страх обманутых дольщиков растет с каждым днем. Надежды на сдачу объекта, признаются, практически не осталось. В то время как деньги за квадратные метры уже заплачены. А ведь многие приобрели квартиры в ипотеку и за счет материнского капитала. Мы взяли квартиру, узнали о ней в 2015 году. Сразу взяли ипотечный кредит. Для этого продали свою собственную машину, чтобы взять средства, так сказать. И вот попали. Уже второй ребенок родился. Внесли материнский капитал. И никак не ждем, ждем, никак не дождемся. В режиме ожидания эти люди уже больше полугода. Сроки ввода в эксплуатацию постоянно сдвигаются. А между тем на объекте не проведены работы по электроснабжению и отоплению. В двух подъездах нет лифтов. Как отмечают городские власти, на то, чтобы завершить строительство, необходимо 60 миллионов рублей. Ситуация сложилась в результате неэффективной работы руководителей, которые занимали должности директоров в данном муниципальном учреждении. Конечно, скрылось очень много допущений, очень много нарушений. И по данным обследованиям, по данным проводились проверки результата обращения в правоохранительные органы. Разбираются правоохранительные органы по данной ситуации. Лишь за последнее время на посту руководителя компании «Брянсгорстройзаказчик» сменилось три человека. Нынешний директор утверждает, что работы на объекте продолжатся. И люди в ближайшие три месяца смогут, наконец, въехать в купленные квартиры. Работы ведутся, но мало текущие. Ведут отсутствие денежных средств. Введена процедура банкротства, процедура наблюдения. Но администрации и представители, руководители области ведутся все работы по изысканию дополнительных средств в рамках действующего законодательства. Будем достраивать, потому что степень готовности очень высокая. 87 процентов, половина дома практически готова. Половину надо доделать, те же самые лифты, отопление, система отопления и подключение к сетям. Вот у нас возникла проблема именно с подстанцией сейчас на данный момент. Решаем эту проблему. Договоренности с «Брянской электро» достигнуты. Будущие жильцы дома надеются, что новоселье они справят до наступления весны. Именно такие сроки им озвучили в администрации города. Кристина Претхилава, Иван Зюрев, Владимир Шалободов. События. Брянск.